Лёгкая у тебя судьба, Айзек, но ты не переживай, мы с тобой. Ты не один это всё. Будешь разруливать. Ой, боже, они ещё как-то и разговаривают у этих костюмов страшно. Это что-то новенькое. Я больше пугалась вначале от криков главного героя. Я уже смирилась и смирилась к тому, что я не хочу им играть, и на тебе его подстрелили. Смотрите, какая печальная история у нас. Максимальный уровень здоровья, да как такое может быть? Я же поставила максимальный уровень сложности. Что это вообще такое? Как определить? Какой у нас уровень сложности? Записи какие-то я ещё пропустила, артефакты. Ну ладно, кстати говоря, ещё вернёмся, да? Не может быть такое, чтобы я не могла забрать дополнительные аптечки. Вы что, прикалываетесь? Надо было вообще-то доставить кошмарный уровень. Ну, в смысле, самый сложный. Просто играла, услышала мои молитвы и решила облегчить мне задачу. Хотя это просто только начало. Я думаю, что навряд ли... Ты что, самураи, что ли? Ой. Я как-то загнала себе. Этот краб решил уползти. Какая-то новая форма. Куляющая непонятно чем. Может, тебе удобнее будет вот этим стрелять? Значит, как-то нам резачком-то очень медленно, мне кажется. Пойдём, заберём тогда аптечку лишнюю. Она нам пригодилась. Что-то больно жаловалась-то, да? Вот тебе на... ...подарок. Всё сложнее мне было проходить. Какой части? Ну, первая и вторая части одинаковы. То есть, первая часть там три уровня сложности, а во второй четыре. И в второй игре я предпоследнюю выбрала. То есть, очень сложный, но не кошмарный. И по сложности одинаково, в принципе, и с патронами была... ...такая же проблема. Но я просто больше экономила во второй части, кто не смотрел предыдущие прохождения, да? Ну, я откатывала сохранение, там уж ничего не поделать. Приходилось прямо, не знаю, каждую детальку обращать внимание, чтобы сохранить долбанные патроны и пройти игру. Но проблема в том, что намного дольше приходилось убивать боссов. Просто очень долго, нужно большое терпение. За это я не хотела включать уровень сложности. Тяжёлый, как мы сейчас играем, тяжёлый уровень сложности. Но сейчас пока я не почувствовала... ...не почувствовала... ...таких проблем. То есть... ...вот реально, когда мы уже завершали игру, когда... ...цели... ...под шахты... ...на этом грузовике, да? ...давили гадов. Там было реально сложно. А тут рядом станция Вашингтона. Попробуй выкатить один из... ...пиши план, увидимся на путях. Помните, да? Там реально несколько раз приходилось перепроходить. Но уровень сложности он добавляет... ...как это называется? Стимул... ...ну... ...желание играть. То есть, когда всё легко достаётся... ...желание пропадает. То есть, если ты не продлеваешь трудности... ...ну, я говорю про игру. Так... ...нам всё, да? Да, но мы всё-таки проверим, что здесь. Потому что нам нужны патроны. Так решили всё закрыть, да? Что? Это верстак, который не работает? Или всё-таки это место для сохранения, а я всё тут нафиг пропускаю? Тут бесплатная газировочка. Не хочешь... ...воспользоваться вот этим? Не знаю, эта панель не работает. Пойдём тогда дальше. Магазин одежды. Подберём тебе какую-то модневую... ...футболку. ...с надписью Н7, да? Где наш костюм Н7? Мы приберегли на потом. Полная обойма. Обойма для... ...какого пистолета? Для резака. Приколисты такие. Как вообще такое может быть? Эй! Ты меня тут пугаешь. Ты меня тут пугаешь. Да блиин, максимум. Да как такое может быть? А если мы выстрелим? Всё равно не возьмёшь! Зачем я потратила лишние два патрона? Мы можем вернуться за патронами? Они просто, видимо, предусмотрели с первой части и решили добавить патронов здесь. Потому что я так много ругалась, что патронов не хватает. Они поняли, как тяжело игрокам с таким количеством патронов. ... ... ... ... ... У меня, если что, стайзис есть, вы помните, да? Я услышала тебя еще со спины. Сейчас мы пройдемся и проверим все. Кстати, не очень удобно резаком отстреливать очень долго получается. Можем вернуться и забрать то, что мы там пропустили. Нет, здесь все максимум. У меня еще дополнительный стазис есть, если что, вдруг. Поэтому сильно не переживаем, да? Как-то поспокойнее с людьми, что ли, в таком виде сражаться. Там единственные звуки страшные с костюмом. Да, она всегда. Прикольная пушка. Мне нравится. Очень долго резаком отстреливать, конечно, когда их много. Все, получили с тебя. С полна. Двигаемся дальше. Блин, как реально простые люди будут справляться с таким наваждением. Без одной руки ты не живешь. К счастью, мы можем заполнить шкалу здоровья, подобрать эту аптечку, но нет. Может быть, лучше тогда отдали возможность нам оттяпать ногу. Лифт едет. Это приколистая. Дайте я возьму с собой. Как подцепить этим кинезисом? Кинезис недоступен еще здесь. Помните, как я играла у Ведьмака второго и путалась с помощью магии? Нам нужно было там что-то сделать, а я хотела передвинуть тележку с помощью кинезиса. Ну, там, естественно, это было невозможно, это я уж так. Все по максимуму. Я добрался до станции. Что насчет людей? Орвался от них в общей панике. Садись на поезд скорее. Оснастить новым локомотивом. Теперь придется собирать его заново. Кионерки, да нет. Попробуем отлечь их на себя. Тогда давай собирать счастье, как всегда. Специальность из Армитеев, чтобы вас заплатить в кинезисом предмет. Так, одну сторону присоединили. Эй! Что-то вместе с нами двигается. Так и... А, ну все, да? Где вторая часть? Что делать-то? А, батарею вставить. Угу, нам нужна батарея. Где же она? Нет, зачем ты перезарядил? Черт побери. Не на то нажал вообще. Ох, ты взял, сбросил патроны. Аптечку взять не можешь. Все по максимуму. Так, нет. Как это мы с тобой, так и мы не сможем. Мы не сможем. Ну, потому что эта фигня прокрутилась. И что теперь делать? Без батареи она не повернется? Может сначала нужно было ту сторону подвинуть? Что я сделала? Наверное, скорее всего так. Не в том порядке я это все делала. Да-да-да-да-да-да-да-да. Теперь я врубилась. Сейчас мы сделаем все как надо. Двигайся сюда. Вот теперь все как надо должно быть. Отлично. Все заработало. Путь-дорогу. Все части поезда установлены верно. Цикл отправки на Сверон. Посадку производить хвостовой части поезда. Все, Нортен. Я подспел поезд и готов следовать южным воротам. Вы его не пропустите. Это тут единственный движущийся транспорт. Принято и понято. Начну сближение, как только ты покинешь город. Там сюрприз по-любому. Нортен, ты как... Ты так не сказал. Не сейчас, Эзерк. Он нам не говорит, чтобы мы не передумали. Наверное, она погибла. В последний раз я ее видел на транзитной станции. Она сказала, что наткнулась на нечто грандиозное. Где-то на свечном месте. И больше наши пути не пересекались. Но знаю, это больше... В общем, скорее всего, она может за себя постоять. Не переживай. Потому что так прямо сильно... Вот и кавалерия. Нортен, какой-то из этих кораблей. Тот здоровый, который только что пролетел. Так. Подожди. Нам нужно прыгать, что ли? Айзек, осторожно. Они пробрались ко мне. Ну, как обычно. Сказала, главное, Дорезик, тащи сюда свою задницу. Да вот. Уж. Ну, спускайся. Долго сейчас разворачиваться. Больше сто лет, блин. Как всегда в экстремальных условиях это все делается. Где тебя стреляют? Ну, го. Где тебя стреляют? Ну, го. Так, а блин. Мне надо было в укрытие. Да, спрятаться? Что-то он там балдал, не вообще задумывалась о другом. А. Также. Надпись прям. Не надо было бы открыть и спрятаться. Нет. Да, нет. Я осталось. Нет. Что-то он там болтал. Не вообще задумалась по-другому. Ладно. мне нужно сделать капитан он меня забирай нас отсюда кто это мой мальчик как его мать спасибо что пришел в следующий раз а я закачнулся да мы почти на месте она жива к мосту ты его слышал так добавлено задание дополнительной информации капитане нортоне наверное какой бы передрягу эти двое не попали и не всегда меня находили на есть и что-то и узнал мегаполисе так это то что доверие опасная штука нортона придется кое-что объяснить если он хочет чтобы я действовал по его плану это мысли айзека которые мы озвучили вам слух айзек поленился прочесть нам свои мысли из дневника не который нам предоставили об этом мы сделали мы в общем смотрим где они живут корабль можно воспроизвести запись сообщение он не хочет чтобы он шел по его стопам это было в общем аудиозапись вот этого чувака который смотрел на фотографии погибшего сына не хотел чтобы он был солдатом а другой ситуации конечно я согласна с ним другой ситуации в этом положении ему помогли эти навыки ничего хорошего убийстве нет как я говорил очень сильно меняет сознание человека и на его развитие его душу идемте с ним поговорим узнаем что-то новое здесь все чистенько уютненько внимание 13 дней назад агент эли ленгфорд и его команда совершили прыжок наугад не отмеченные на карты планете думаю что именно тут найдут решение проблем с агодистками с тех пор связи с ними нет нашей главной задачей является поиск обеспечение безопасности агента ленгфорд и ее людей ленгфорд и ее людей значит женщина я подумал что может быть того паренька которого подстрелили на той заснеженной планете ну ладно давайте тут у нас душевые кабинки чистенько уютненько и не хочется покидать корабль остаться здесь жить навсегда обожаю космические корабли с ним связано какая-то такая особенно эта атмосфера для меня аура создается чувствую себя комфортно очень как на природе то что природа очень люблю вы подумайте все любят природу на самом деле есть люди заядлые такие городские жители которые ненавидят там сиделки у костров прогулки у них это ассоциируется с мышкарой с насекомыми на некоторых насекомых и сильно тоже очень люблю но это не повод не любить природа все взаимосвязано ничего не поделаешь показываешь нам надо идти сюда но здесь смотрю есть консоль какая-то который сейчас не активно я думаю что потом она пригодится надеюсь не сразу она придется сбегать этого корабля прекрасно хочу что мы перемещались периодически с планеты на планету а потому что в конце пусть они взрывают этот корабль как обычно бывает да давайте все заполнять микроморфа что пока наслаждаемся атмосферой и нам нужно найти капитана мы отправляемся на мостик огромный корабль просто ничего себе это называется квантовый скачок сверх прыжок как называли в масс-эффекте то есть вам кажется что практически ничего не движется на самом деле скорость мысли самая большая но здесь типа скорость света как нам говорят то есть во время медитации скорость также как вам сказать на ноль и замедляется то есть когда вы находитесь состоянии покоя в ничто то вы также можете путешествовать во время медитации вот такая же система в плане энергетики на кто интересуется такими вещами на древними цивилизациями как они могли управлять с помощью энергии кораблями если кто такими чем интересуется то думаю задумывался об этом не обязательно конечно это верить на мысль такая могла промелькнуть эта мысль меня завораживает но по поводу энергии про душу мы много разговариваем с вами что это не обсуждается что я не верю я просто у меня есть чувства какие-то определенные и ассоциации интуитивные на которыми я с вами делюсь так именно как она есть порой сложно разобраться в том что действительно для тебя истина потому что мысли они все равно сбивают из-за того какой атмосфере мы порой находимся то есть не всегда комфортный нам приходится жизнь жить в мире в социуме среди людей у которых совершенно разные мысли и энергия жесткий материализм с которым приходится жить но если фокусироваться на положительных конечно моментах так можно находиться в своем субъективном пространстве я не успела прочитать что а как нам переключить блин как на переключить на его дневник как на переключить это еще с второй игры голову ломаю ладно пойдемте навести у капитана непосредственно Перепады давления. Луна ли то, что осталось? Успели. Все обошлось. Это похоже на свалку. Похоже на кладбище. У меня тут сигнал нескольких ретрансляторов, но это все не наши. Согласно базе данных, это боевые корабли. Серьезные? Им должно быть по 200 лет. Это сигнал бедствия от того корабля прямо по курсу. Возможно, это Элли. Хочется верить, так розы на около 500 километров есть, сэр. Эти льти... Они беконы? Нет. Это мины. Но недолго мы... Пожили на этом прекрасном корабле. Так я об этом заикнулась. Да и не хочу я больше выбираться отсюда. Оставьте меня этот корабль в целости и сохранности. Хотя бы до конца игры. Паршивцы такие. И он, конечно, останется один. Живой. Хватай панели и блокируй проем. К каких-то пор разоздаешь приказы. С тех пор, как все планы полетели в чертям, смотри сейчас и песню карту, где взять костюм для выхода в космос. Вон туда. Ладно. Двигай батонами. Айзек, опять надежда вся на тебя. Эти лузеры ничего сделать без нас не могут. Пробоины, гравитация. Скважина. В общем, да. Дела хреновы. Гравитация включена. Все отлично. Живем пока что. Ну, дела. Куда мы сейчас с тобой выберемся? Всех спасем. Шлем-то, шлем забыл. Точно. Вернись. А его бы не разорвало, раз здесь разгерметизация. Комната запечатана дальше-то. Попробуй вскрыть ее отсюда. Пять. Задачи. Может быть, те посильные, конечно, но... Приготовьтесь, я освобожу захват, а он вас отбросит. Всем хватит за что-нибудь. С помощью кинезиса. С помощью кинезиса. Этот корабль, этот корабль. Пару планет вы исследовали. Мне так этот корабль понравился. Я не успел к нему привыкнуть. Не могу остановиться. Ты хреново. Здесь с управлением, мне кажется, получает это я. Выживай, как могу, блин. Меня сбили. Все ты накаркал, капитан. Я не могу, я не могу, я не могу. Добавь, я не могу. Минь, Минь! Даааа, стрельба. Исаак, где ты? Я вступаю, просто держись! Да блин, опять дурацкая. Крышка, Алич. Отвалилась дверь от корабля. Часть. Долбанная железяка. В первой части, какой мы мучились-то с этим. Тягомоц тут, а. И мою голову. Исаак, где ты? Я вступаю. Просто держись! Ну что, жизнь моя... Жестянка. Что? Что? Мы должны... Зачем следить-то, блин? Тогда сбрось её. Ой, блинский, блин. Сохранение отлично. Я уже думала, мы пропали. Я вообще не знала, что делать нужно. Что? Что ты мне хотел? Окей. Окей. Не делай так больше. Сможешь дотянуться на грузового дока. Как думаешь, внутри есть воздух? Элли идёт. Откуда? Чего он там про Элли сказал-то? Найти способ. Пока показывают уровень кислорода. В вакууме. Думаю, как медленно ты летишь. Гравитации нету здесь. Везде питание вырубилось. Скорость на другой двери есть. Попробуем. Нажмите Alt. Захватить кинез и нажмите F. Ой, блин, куда поставить-то? Не вижу, где батареи нет. Кислород не отдали. Не хотел его с собой забрать. Откройте дверь в грузовом судне. Тут первая живая душа за долгое время. Попробуй открыть грузовые створы. И, конечно, всё кишит некроморфами, но как обычно. С одних кораблей сбегаем, на другие прибегаем. Что происходит? Да-да. Так, что ли, это делается-то? Точно. С помощью кинезиса мы открываем двери. Подлечились. Думаю, что этот корабль будет спокойненьким, но... Да ладно, тут мы что-то пропустили с тобой. Так, мы с тобой добьём эту коробку или нет сегодня? Чего он не хочет? Он её не хочет разбивать. Он решил нас обломить дополнением тяжелостандартная станина. Какое-то оружие нам добавили. Необычное... Это же дитя. Мы подобрали, а почему оружие-то нет в списке? Или мы нашли только микросхему, помните? В первой части мы искали микросхему. Их можно было активировать и покупать в магазине уже полноценно. Может, здесь такая же фигня. Что с этим не так? Так, мы помогаем капитану. Становится трудно дышать. Сколько ещё? Спешим, как можем. Макс совсем бледный. Не могу остановить кровотечение. Жди меня у двери, я впущу тебя с другой стороны. С той стороны. Теперь заходи и помоги мне. Ну вот... Нельзя ли по-русски? Так, а мне куда идти-то? Обратно. Не читать неохота. Кто-то уронил гаечный ключ. Сдаётся, мы здесь не одни. Элли, посылай сигнал бедствия из глубины корабля, но я не могу бросить. Элли, вышли мне координаты, проверю. И только не лезь слишком глубоко. Это приказ. Но если там Элли, то он не подчинится твоему приказу. Это могу тебе сразу сказать. Так. Упаковка. Излучатель Тесла. Ух ты. Перейти в комментарии с заданием. Упаковка медицинского геля. Стандартная тяжёлая станина. Я просто не знаю, что такое. Перейти в будущем для двуручного оружия. А это у нас блок для высоковольтной сварки. Выбрать. Типа патронов нет, выбрать не можем. Он не позволяет нам это сделать. Нам нужно исследовать и найти место, откуда идёт сигнал, который подала нам Элли. Так что ли? Что у нас здесь наверху? Мы отсюда спустились или нет? Может здесь что-то важное есть? Например, контейнеры. Которые нам по-любому пригодятся. Зарез просто потом. Будет дефицит всего этого. Давайте не поленимся и вернёмся. Обычним тут всё. Так. Вот я вижу дверь. Туда нам идти не нужно. Тут они занимаются делом. У всех есть навыки инженеров. Может это как первая помощь в обучении. К товарами приходят. Всего по чуть-чуть. Потому что не знаешь, в какую ситуацию непредвиденную можно попасть. Это гробы что ли? Похоже на то. Поехали. 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 grid you. Продолжение следует...